Приветствую всех, кто сейчас смотрит телеканал Атамикен Бизнес. Мы находимся в кулуарах конференции предпринимателей города Нур-Султан. И я приветствую своего совеседника. Это Бесен Жолбалдиев, зам директора по экономическим вопросам палаты предпринимателей города, столичной предпринимательской палаты. Ну, давайте обсудим сегодня, как развивается бизнес столицы. Вот те данные, которые у меня есть, говорят о том, что в Нур-Султане сейчас идет такая вот конкуренция, так скажем, с Алматы, потому что Алматы у нас всегда был драйвером роста бизнес-активности. Но, тем не менее, столица тоже не отстает. Есть, конечно, проблемы по, в целом, доступу к финансам, например, неразвитая у нас инфраструктура, к сожалению, но вопросы здесь тоже решаются. Есть проблемы кадров. В общем, давайте по порядку, я думаю. В первую очередь, по показателям деловой активности, пожалуйста. Ну, в целом, в последнее время у нас по всем параметрам, в принципе, мы видим рост. Доля малого и среднего бизнеса в структуре ВРП на сегодняшний день составляет 1,2 триллиона тенге. Ну, мы видим, что Нур-Султан и Алматы город, она как бы по некоторым показателям идет Алматы, например, первым месяцем, а по некоторым Нур-Султан. Если взять в структуре ВРП, то доля МСБ по Казахстану, ну, по году Нур-Султан у нас занимает 58,8 процентов. Это доля МСБ. Данные показатели являются, ну, скажем, лидером среди других регионов. В целом, мы видим, что, допустим, на первый квартал 2019 года уже выпущено, допустим, объем производства валов регионального продукта 1,2 триллиона тенге. То есть данный показатель составляет примерно 9,2 процента от всего валов внутреннего продукта Казахстана. Какими темпами идет рост в целом от года? Ну, в целом, допустим, в пределах 2-3-4 процента, от 4 процентов мы видим рост. Значит, основная работа, вот, допустим, по малому и среднему бизнесу, мы знаем, что количество малых и средних бизнесов в городе Нур-Султан идет на многое, как бы, скажем, в высоком темпе, чем другие регионы. Конечно, как вы сами отметили, у нас есть проблемы. Это в плане недостаточной инфраструктуры, как вы говорили, земельные участки, дефицит земельных участков. Давайте подробнее по земле поговорим, потому что я смотрел отчетные данные, получается, что у нас, к сожалению, мало проводится земельных аукционов, и бизнес предлагает эту работу более активнее вести. Да. Ну, здесь, знаете, есть, как бы, проблемы в плане, допустим, на сегодняшний день проводятся аукционы земельные участки, но там нет, допустим, потребных, дополнительных, достаточных инфраструктур. То есть, не хватает мощностей. Бывает, что Байберу дают техусловия одни, но они, как бы, в ходе строительства или по завершению, они, как бы, меняются. До настоящего времени отсутствует информация о конкретном месте подключения к инженерным сетям. То есть, большинство вот этой всей информации оцифровано, но вот такая проблема есть. По поводу средних свободных мощностей их тоже отсутствует. Вот здесь бизнес наверняка сталкивается с этими проблемами. Как вы предлагаете это решать? Ну, в этом плане у нас, как бы, в городе разработана интерактивная карта, но, как вы сказали, там недоработанная, как бы, карта, получается, на сегодняшний день. И со стороны палаты предпринимателей мы, как бы, дали... Это Акимат, получается, недоработанная? Акимат, да. Получается, при управлении, да. Данный показатель, конечно, по другим регионам, например, уже работает, как бы, интерактивная карта полностью загружена. То есть, предприниматель, когда выбирает земельный участок, там они могут уже посмотреть точку подключения к инженерным сетям, они могут посмотреть мощность, допустим, необходимую для себя, для производства в целом, скажем. Поэтому мы вышли с предложением Акимат, как бы, досовершенствовать, отсовровать до конца данную интерактивную карту. Как восприняли ваше предложение и когда эта работа будет пройдена? Ну, сегодня мы уже, как бы, не один год уже говорим об этом. Думаю, что уже до конца года и до следующего года, до первого квартала 2020 года, они обещают уже, как бы, завершить данную работу. Более того, мы специально в этом году уже недавно создали правительство для бизнеса, где будет предприниматель, приходя в данный, допустим, центр, уже получает все виды техусловий одним пакетом. Это вы имеете в виду МЦС, так называемый? Нет, это, допустим, у нас при палате Атамикен, по городу Нур-Сулдан, имеется центр обслуживания насилия, предпринимательство. Теперь в городе Нур-Сулдан открывали недавно Айхала, где, как бы, для физлиц больше. Теперь мы разместились там дополнительно наших сотрудников, которые будут оказывать услуги по бухгалтерским услугам, юридическим сопровождением, по всем видам, которые нуждается бизнес. Дополнительно там сидят все монополисты. То есть в бизнес, приходя в данный центр, в бизнес-центр, они могут уже получить там все техусловия с одного окна, единого окна. Это, как бы, мы планируем оцифровать данные услуги уже, как бы, в течение года полностью, чтобы было. Ну, допустим, основная проблема в чем? Бизнес идет к определенной госструктуре, там у них появляются какие-то административные барьеры, потом посылают другой документ собрать. А мы это все сделали для провинции до бизнеса, чтобы упростить процедуру и получение с одного, как бы, источника. Как оценивают эти инициативы предпринимателя и насколько активно пользуются всеми вот этими возможностями? Ну, это мы вот только на прошлой неделе начали, как бы, реализовать данный проект, уже посадили людей. Работает на сегодняшний день более 20 специалистов, ну, консультантов имеется в виду, и они, как бы, уже начали работу по этому. Ну, давайте вот немножко проблематику затронем доступа к финансам. Все-таки это важный вопрос. Я посмотрел, есть такие данные, не нацпалаты, это другие эксперты Халыкфинанс приходят вот таким выводом. Смотрите, в кредитном портфеле банков на сегменты МСБ сейчас у нас приходится почти треть от всех кредитов, но в то же время имеет место все-таки тенденция сокращения портфеля кредитов МСБ по отношению к ВВП. И почти на 40%. Это не может не тревожить, конечно, экспертов, они делают вывод, что надо больше наращивать активность. Вот в чем здесь вопрос, так скажем, и как может нацпалата, вы в рамках своей деятельности, посодействовать решению вот этих всех проблем? Ну да, допустим, у нас при палате создан проектный офис, который, где представители всех банков второго уровня туда входят, фонд АМУ, который непосредственно финансирует банки бизнес в целом. Поэтому, конечно, мы понимаем, что в последнее время особенно банки как бы укропняются. В этом направлении можно рассматривать банк тоже как бизнес отдельно, потому что они тоже хотят зарабатывать без риска. В этом плане мы уже банками несколько разработали. Основная проблема, допустим, уменьшилась финансирование, потому что у бизнеса не хватает залогового обеспечения. В этом направлении со стороны государства принимается множество программ поддержки бизнеса, где до 85% практически государство гарантирует тот или другой бизнес. Есть экспортные гарантии, то есть те предприятия, которые будут производить товар или определенный вид продукции, которые экспорта ориентированы, для них предусмотрены дополнительные преимущества. Ну, естественно, сейчас мы в этом направлении со стороны Атамикена изучаем, но по городу Нур-Султан как бы так, как таково не наблюдается, но есть спрос по микрокредитованию. То есть по городу Нур-Султан на сегодняшний день примерно по программе Янгбек выделяется 800 миллионов тенге. Но мы говорим, что об этом недостаточно этих средств. Нужно увеличивать даже в 10 раз больше, наверное. Речь идет о каких суммах вообще на одного предпринимателя? То есть это 3 миллиона тенге, 4 миллиона? Ну, в зависимости от запроса, конечно, в основном 3 миллиона тенге берут микробизнес, скажем так. А более-менее средний крупный бизнес или малый средний бизнес, скажем так, они от 20 миллионов и выше берут. Потому что тем более в городе Нур-Султан основной у нас бизнес это услуги и товар. Кстати, я хотел спросить, почему сейчас называют столицу нашу сервисной, центром сервисной экономики? То есть с чем это такое? Ну, это потому что у нас 42% всех, допустим, доли ВРП составляет услуги. 20% это торговля. Конечно, производство у нас самое малое, это 6,4%. Естественно, в этом направлении мы говорим, что, допустим, раньше говорили город Нур-Султан, это ассоциация была больше госслужащими. В сегодняшний день уже 72% людей, которые работают, активно работающих, их у нас 540 тысяч. 72% из них это 388 тысяч, это работает в малом и среднем бизнесе уже. То есть мы уже, как бы, скажем, перешли уже от этого, как бы, на более предпринимательный город, предпринимательный, можем сказать. Естественно, у нас нету районов, которые, допустим, в других областях, да, где можно было развивать и АПК, и другие отрасли. Но учиться, это, допустим, спрос населения у нас, как бы, развиты именно услуги. Кстати, вот по поводу продовольствия, у нас здесь сейчас в столице стоит задача формировать продовольственный пояс. И, собственно, на предпринимательство и ложится основная задача, все основные вопросы должны бизнесмены решить. Как этот вопрос? По продовольственному поясу, да, мы начали активно работать сейчас. Нур-Султан, конечно, город не обеспечивает полностью себя, это процентов 20-25 самообеспечения. Остальные у нас, соседние регионы, это Ахмолинская область, Карагандинская область, которые на постоянной основе поставляют нам продукты питания. Например, мы недавно делали анализ, допустим, по молочке, да, тот же сыр, тот же молочная продукция. Нур-Султан обеспечен всего на 25%, а потребность, то есть в 4 раза больше нужна. Тот же, например, капуста или там капуста обеспечена всего на процентов 60. Ну, вы же даете эти данные предпринимателям, они открывают новые? Сейчас мы предлагаем, допустим, открывать ОРЦ, это распределительный центр оптовый, потому что у нас есть другие регионы дальние, допустим, южные регионы, которые не имеют возможности приехать, там, находить оптовиков каких-то, нехватка овощих хранилищ у нас тоже. Поэтому мы предлагаем сейчас создать ОРЦ, где можно будет привозить со всех регионов товары и здесь уже распределять между продавцами непосредственно крупными. У нас есть 25 рынков, есть торговые центры крупные, мы с ними уже на сегодняшний день уже начнем работать. Ну, если будет идея реализована, я думаю, на ценах это тоже отразится. Конечно, да. У нас сейчас некоторые цены даже в 2-3 раза превышают, чем в других регионах, соседях тут же. Поэтому данная работа, это будет основная работа фермера, поставлять напрямую ОРЦ, тогда уже будет вот эти, между которые поставщиками, меньше будет поставщиков, соответственно, дешевле, цена будет дешевле. Еще под конец я хотел бы вам задать вопрос такой, ну, который, наверное, волнует весь бизнес. Это закупки, разные у нас системы существуют, если коснуться защиты прав предпринимателей. Я посмотрел в структуре обращений, 20% это то, что касается вот именно этого вопроса. Это большая проблема. Да, по госзакупу у нас, получается, в этом году выделено 577 миллиардов тенге, например, общая сумма закупа. Из них потенциал отечественного товаропроизводителя у нас, к сожалению, немного, там 74 миллиарда выходит. И то из них на сегодняшний день подписано соглашение всего на 17 миллиардов тенге. То есть мы в этом направлении работаем. Создана специальная комиссия по местному содержанию. Это участвуют все заинтересованные органы, как раз такие заказчики, администраты бюджетных программ. И мы на основе, вручном уже режиме работаем, чтобы поддерживать местные отечественные товаропроизводители. Вот, например, недавно мы проводили всеобучие, например, в рамках 1 сентября. Тогда мы со стороны Атамикена предложили Акимату поддержать и ОТП, и в то же время обеспечить качественной школьной формой детей. Их было 11 тысяч, более 11 тысяч. Это, получается, со стороны Акимата выделяли специальные сертификаты, где они должны были покупать только у отечественных товаропроизводителей. Это тот же, например, Глассман, Алтнадам, тот же у нас есть Данвард, другие предприятия, именно которые производство у них имеется в городе. И они за месяц практически уже освоили эти суммы, и, получается, и дети довольны, скажем, и у них поддержка идет отечественных товаропроизводителей со стороны государства. И в этом направлении работаем. Что еще сказать? В целом, вот, допустим, у нас еще нехватка идет, допустим, мы сейчас начали скрининг делать, определяем предприятия, кто нуждается в государственной поддержке. Да, в государственной поддержке именно там. Некоторые нуждаются просто в консультациях, не финансовой поддержке. У нас есть при Атамикен поддержка, не финансовая поддержка. Это обучение, это краткосрочное обучение пятидневное, есть двухдневный бизнес-советник, бизнес-рост, жарский аспекер. Ну, вот эти все программы как раз-таки охватывают безработных основных и тех предприятий, которые начали свою деятельность до трех лет. И мы видим, что основная масса уже после обучения идет фидбэк, обратная связь, что они довольны качеством обучения, и начинает как-то новое мышление у них появляется, и новые идеи появляются. Некоторые получают уже государственные гранты. И в дальнейшем, я думаю, что данные работы мы будем вести дальше, чтобы поддерживать отечественные товаропроизводители и в целом малый и средний бизнес в городе. И в двух словах, все-таки мне бы хотелось немножко шире поговорить о ваших задачах, которые перед вами сейчас стоят, на будущий год в целом, и какие у вас показатели, к чему вы сейчас стремитесь? Ну, это первая задача у нас, скрининг стоит, потому что мы должны до конца года охватить все предприятия города для того, чтобы разработать какую-то региональную программу к концу года. То есть мы будем выводить, мы будем сейчас после скрининга выявлять новые низшие направления. То есть многие бизнесмены приходят, есть готовые деньги, инвестиции, допустим, не знают, куда инвестировать. Я думаю, что по итогам скрининга мы можем уже определить, какие отрасли нужно будет развивать в городе, да, и мы уже готовые решения дадим бизнесу, а там уже бизнес самостоятельно могут уже размещать свои средства или там инвестировать и развивать эти отрасли. Потому что есть некоторые услуги, допустим, переизбыток идет, может, да, там, допустим, некоторых спрос есть, но мы не можем обеспечить предложение импортозамещения, экспортоориентированность. Вот эти товары как раз мы будем работать до конца года. Дополнительно, как я уже говорил, по продовольственному поясу мы должны уже искоренить вот эти промежуточные вот эти продавцов, максимально уже покупать у фермеров, создавать ОРЦ. И в этом направлении мы дальше будем поддерживать малый и средний бизнес в плане защиты прав и их интересов. Это административные барьеры. У нас есть во всех комиссиях, вот, допустим, при Акимате, который администратор бюджета программ проводит, тот же земельный комитет, другие, везде присутствует практически не менее 50% это бизнес. И Атамикен в этом направлении как бы максимально будет содействовать им. Ну что, спасибо большое вам за интервью. Я напомню, что это был Бесен Желбалдеев, зам руководителя столичной палаты предпринимателей по экономическим вопросам. Наша программа на сайте inbusiness.kz. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»